СМС от близкого человека с просьбой положить денег на номер или звонок от начальника полиции, который скажет, что родственник в беде, такие виды мошенничества уже уходят в прошлое. Сейчас преступления происходят в большинстве своем в IT-сфере, говорят сотрудники полиции. В Центральной библиотеке имени Есенина прошел совместный брифинг у МВД, Центробанка и Общественного совета под названием «Профилактика мошенничества. Проблемы и пути решения». На сегодняшний момент вообще выделено отдельно, так сказать, показатель нашей оценки деятельности – это преступления в сфере ITT. Они уже носят не только, так сказать, позвонковый факт, когда позвонили, рассказали о такой сложной ситуации, ну и, как правило, это были люди престарелого возраста, они перечислили на тот или иной счет определенную сумму денег. Теперь преступники просто, так сказать, объявили обществу такую полномасштабную борьбу, не войну, а борьбу, когда всевозможные виды мошенничества. Иван Бахилов поделился статистикой, согласно которой в Рязани самый низкий уровень подобных преступлений в Центральном федеральном округе. Их насчитывается почти 1300. Одновременно с этим и самая высокая раскрываемость в этой сфере. Сергей Кузнецов, управляющий отделением Рязанского главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, рассказал, что за год поступает больше 19 тысяч обращений о мошенничестве. Банк России обязал финансовой организации в 2018 году направлять все несанкционированные действия в этой области в Банк России для определенного анализа, статистики. Что мы получили? Мы получили с 2018 года 19 тысяч таких сообщений. Более 8 тысяч касались банковских карт. В Банке России создан Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки, Финцерт называется. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт, имитированных российскими кредитными организациями, составил на территории России и за ее пределами 1,4 миллиарда рублей. Огромная сумма. С каждой тысячи рублей похищено 1,8 копеек. Во многих случаях применяется новый метод, говорит Сергей Кузнецов, социальная инженерия. Похищают данные банковских карт, номер на обратной стороне. За последнее время 97% всех хищений произошло именно со счетов физических лиц. А сами мошенники с пожилых людей переключились на лиц социально активного возраста. Сергей Кузнецов дал несколько советов, как не стать жертвой мошенников. Не оплачивать карты и покупки в сомнительных местах, почаще менять пин-код, не пользоваться банкоматом, на котором установлено подозрительное оборудование, и использовать только лицензионное программное обеспечение на телефоне. Также никому не следует говорить свой пин-код и не присылать проверочные коды, которые приходят по СМС. Также присутствующие выразили надежду, что работая сообща, можно сократить подобные преступления до минимума. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».